Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. В своем прошлом видео я рассказывала вам вот об этом особняке по адресу Причистника, дом 20, куда я приезжала по работе. И я, будучи здесь, обратила внимание, что через дорогу находится очень интересная вывеска, которая раньше есть, ее здесь не было. Она, видимо, недавно была отреставрирована, потому что я ее не помню. Здесь находится через дорогу от этого красивого собира находится двухэтажный дом. И надпись для нашего времени здесь странная – «Хлебоперт», хотя там находится почта. Я на этой почте не раз бывала. А историческая вывеска «Хлебоперт» была сделана еще в 1920-е годы, в тот период жизни Причистинки, когда Булгаков начал заселять улицу героями собачьего сердца. А напротив артели поселилась танцовщица Асидора Дунтан. Артель «Хлебоперт» была открыта в тороткую эпоху расцвета Неппа и множество маленьких частных артелей, занимавших тогда лучшие торговые места в Москве. Эта артель «Хлебоперт» принадлежала загадочным Чуеву и братьям Соболевым. Прикарная проработала в доме на Причистинке всего несколько лет. В 1930-е годы буквы уже были закрашены, хотя проступали под слоем штукатурки. Но и до артели эту локацию занимала булочная. На фотографиях 1914-1915 годов в этом доме торговал Пимен Васильевич Капустин, трестянин, старообрядец. В справочниках указан ассортимент лавки мяса, булочная, дровяной склад и гастрономические товары. Обнаружить старые рукописные буквы удалось в 2015 году после демонтажа навесной вывески почты, которая сейчас здесь занимает место бывшей пекарни. Вывеска находилась в ужасном состоянии, структурный слой рассыпался, буквы едва читались. Для того, чтобы получить разрешение на реставрацию, активистам вспомнить все, пришлось пройти многомесячный квест, ведь дом на Причистинке является объектом культурного наследия. На расчистку надписи у рестораторов ушло полтора месяца. В июле-аврусте 2017 года профессионалы убрали последние слои краски, штукатурки, укрепляли фасадный фриз и восстанавливали рукописные буквы. У вывески есть небольшая особенность. Ее автор Максимов решил оставить, видите, свой автограф прямо на стене. По словам историков города, это первый случай в практике московских находок, чтобы автор оставил свой автограф на вывеске. На восстановление затратили около 400 тысяч рублей. Сбором средств занималась команда больше трех месяцев. Оформление заняло полтора года. Целый год ходили за арендатором почты, которой ничего не было нужно. А потом, в общем, все это продолжалось. Там все такие заповедные дома. И поэтому это все было очень-очень сложно. Но, тем не менее, дело было сделано. И сейчас эта замечательная вывеска трассуется, хлебопек трассуется на нынешнем здании почты. Вот я еще раз прошу, посмотрите внимательно, видите, написан автограф Максимов. Ну, как смотла, так сняла. Прошу прощения, если что-то здесь не очень видно. Вот, я очень рада, что я заметила эту вывеску. Это тут ездила, ездила, не обращала внимания. Ну, а мы с вами сейчас посмотрим на это здание. Через дорогу от этого чудесного хлебопека бывшего находится еще одно интересное здание на Причистинке. Вот оно. Трудно поверить, но вот это красивое здание. Красивейшее, я бы сказала. Похоже на огромный особняк. Этот дом был построен в 1764 году. Предположительно, тоже по проекту Казакова. Хотя документов, подтверждающих этого, это не имеется. В 1764 году дом неоднократно менял хозяев и перестраивался. В разное время он принадлежал княлинии Хованской, Ртищеву, семьи генерала Ермолова. На рубеже 18-19 веков здание было надстроено, декорировано в стиле классицизма. И знаете, что это потом было? Это пожарное депо. Пожарное депо, будущее здание пожарного депо в 1812 году пострадало от московского пожара. Вот такой вот каламбурчик. Но было восстановлено его новыми владельцами, родственниками генерала Ермолова, который жил в соседнем 20-м доме. Я вам уже об этом рассказывала. В доме, где жила Асидора Дункан. В 1835 году казна приобрела владение и расположила здесь центральное пожарное депо, которое было перенесено с Волхонки в связи с началом строительства Храма Христа Спасителя. Помимо пожарных, в здании разместился и отряд полиции. В начале 1840-х годов для нужд московского пожарного депо здание было расширено пристройкой, вдвое удлинивший его фасад. В 1843 году здание увенчало пожарная колонча в виде ярусной башни с кольцевой колоннадой. На ней постоянно дежурили часовые. В случае пожара сразу же подавали сигнал тревоги. В 1900 году при депо устроили станцию скорой помощи и выставили первую в России сушильню для пожарных рукавов. А в канцелярии установили телефонный коммутатор для прямой связи со всеми пожарными частями города. К началу 20 века здание был создан технический центр борьбы с пламенем, с учебным залом, ветеринарный лазарет для пострадавших от пожара животных, различные мастерские, медное, колесное, шорное и другие. В 1902 году в здании начало давать концерты первый балалайочный оркестр московской пожарной команды. Здесь же появился самовар на санях, который в холодное время рода доставлял чай орнеборцам. В 1906-1907 годах в одном из помещений московского пожарного депо на Причистинке проходили занятия причистинских рабочих курсов. А в 1908 году здесь появился первый в Москве пожарный автомобиль с раздвижной лестницей, которая могла достигать третьего этажа. По тревоге на автомобиле выезжал брандмайор, брандмейстер, фельдшер и несколько пожарных. А в 1915 году в здании была сделана еще одна пристройка вдоль соседнего чистого переулка. Вы сейчас ее видите, пожарная часть располагалась в здании и в советское время. В 1930 году была снесена колонча. На территории пожарной части есть огромное мозаичное панно, изображающее героический труд пожарных во время пожара в Большом театре в 1853 году и Большого пожара в гостинице России в 1977 году. А в 1999 году была построена часовня в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Крупина в память о всех пожарных и спасателей, погибших при исполнении своего служебного долга. В настоящее время здесь, по адресу Причистинка, дом 22, находится Главное управление пожарной охраны по городу Москве. Кстати, это пожарное депо упоминается в романе Булгакова «Собачье сердце». Около него бродил пес Шарик, принюхиваясь котлуком, пахнет из пожарной Причистинской команды. Здесь же рядом с этим пожарным депо находится одноэтажный деревянный особняк с антресолями и мезонином. Чистый переулок, дом 4. Сейчас я вам его покажу. Он стоит на выстроенном из камня полуподвале и возвели его в 1821 году. Имя Зодчего история не сохранила. Первой собственницей усадебного дома стала предположительная княгиня Софья Редорина Волконска, сестра декабриста Сергея Волконского и супруга генерала фельдмаршала и губернатора Оренбургской области Петра Михайловича Волконского, которым приходился ей дальним родственникам. Интересно, что хозяйка усадьбы была знакома с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, снимавшего жилье в ее доме на набережной Мойке в Санкт-Петербурге. Рисунок фасада дома был создан впервые в 1834 году. Кроме этого, здесь были указаны сам особняк, расположенный справа жилой флигель, также выстроенный из дерева и соединенный с главным домом при этом переходом, а также ряд хозяйственных построек на дворовой территории. Строила для лошадей каретный сарай и несколько подребов. В саду владения стояла беседка. В 1843 году усадьба была записана уже за Анной Регорьевной Бороздиной, колледжской советницей. При ней из главного фасада исчезла оригинальная лепнина, представленная горизонтальными нишами и в форме восьмигранника, но появились пилястры по бокам, отделанные рустом. В 1868 году здесь опять произошли изменения декора. Тогда усадьба принадлежала Маргарите Христофоровне Корж, получившей незадолго до этого разрешение на устройство на поправую руку от особняка крытой деревянной террасы. В 1896 году городскую усадьбу, как и соседний участок номер 6, выкупает семейство фон Мерк. Владение было записано за Анной Георгиевной Мерк, женой крупного российского промышленника и мецената Александра Карловича фон Мерка. Его родителями были один из зачинателей устройства железных дорог в Российской империи Карл Федорович фон Мерк и его супруга Надежда Филаретовна. Последняя известна как покровительница композитора Петра Ильича Чайковского, который частенько останавливался в ее особняке на Мясницкой. В бытность фон Мерков особняк вновь видоизменили, демонтировали портик, вместо которого появилась открытая терраса, со временем одороженная стенкой с пилястрами. Во времена Советского Союза бывшие особняки отдали под коммунальное жилье, а затем под размещение государственных контор. Реставрационные работы здесь не велись, и к началу 1980-х годов здание находилось в весьма плачевном состоянии. Реставрации приступили лишь в 1988 году. В итоге стен особняка вместе с Мезонином заштукатурили, воссоздали портрет из балюстрада, восстановили лепнину со стороны главного фасада, также провели реставрацию и внутри дома, воссоздали амфиладу комнат на первом уровне, проведя реставрацию чудом сохранившихся дверей. Также были отреставированы зеркала на печах, лестничные марши, лепнина на потолках, портретное покрытие из дуба, созданное в последние годы XIX столетия. Ну а перед домом возвели пристройку с лестничным маршем из камня, который выходит на первый уровень особняка. В настоящее время здание включено в список объектов московского культурного наследия. Поклонники творчества Булгаркова предполагают, что в подвальном помещении этого дома снимал жилье главный герой произведения, мастер и Маргарита. Ну вот и всё на сегодня, что я хотела вам показать и рассказать. Я всех вас искренне благодарю за просмотр моих видео. Всем желаю всего самого-самого хорошего, добра, здоровья, удачи и благополучия. И жду вас всех на своём канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до свидания. Продолжение следует...